Пьяный за рулем Мне подходит инспектор и говорит, что сейчас найдем признаки. Значит, приводим в Вологодскую наркологию. Представитель хочет присутствовать, имеет право, кстати, присутствовать при медицинском освидетельствовании. Его выгоняют из комнаты освидетельствования. Есть видео на ютубе оно. Его выгоняют из комнаты, где происходит освидетельствование и говорят, что сейчас мы сделаем водителя пьяным. Вот и все. На этом можно заканчивать разговор и спор всякий. Если есть такие факты, это злоупотребление, с моей точки зрения. Но вообще-то это все слова. Нет, так слова-то врача, понимаете? Не мои слова. Это слова врача, есть видеозапись. Я такого факта не имею. Были другие факты, когда говорили об этом, но они не подтвердились. Но есть такая видеозапись, понимаете? И это дает основания. Я, например, не в Вологде, правда, в Москве стоит предназначенный пункт медицинского освидетельствования. В нем очередь 20 человек стоит. Меня остановит сотрудник полиции и говорит, пройдите освидетельствовать. Я говорю, с чего? Основания? Пять оснований должно быть. Есть основания? Нет, все, до свидания. Я поехал, а 20 человек стоят и ждут в этот пункт медицинского освидетельствования. Ну вот, вот эти вот освидетельствования, они законные вообще, да? У нас есть пять оснований, предусмотренные законом, да? И плюс законного полиции. Если ДТП с пострадавшим, тогда могут освидетельствовать на своем алкогольном опьянении. Все, остальные случаи, они все незаконные. Сейчас найдем, пройдите, пожалуйста, и так далее, и тому подобное. Вот это надо предотвращать. Когда вот этого не будет, тогда у меня, я могу сказать, что я, если этого не будет, я прекращаю свою правозащитную деятельность и занимаюсь совсем другим. Но пока это есть. Проблема-то не в этом. Все перед законом должны быть равны. Кто-то давит человека, ну, продолжает водить автотранспорт, даже не несет никакую ответственность. А кто-то на сотые доли миллиграммов на литр лишается прав на два года. У нас есть мнение из зала, давайте послушаем. А если Россия пойдет, например, по стопам Европы, например, той же Германии, где за определенный процент алкоголя в крови определенное наказание. И человек прекрасно знает, если он выпьет бокал пива, что ему это сулит. А что, если он выпьет там водки, да. Разве это не будет меньше коррупции из-за этого? И меньше таких ситуаций, которых мы сейчас приводим. Вы предлагаете непосредственно от количества выпитого размер наказания. Я считаю, здесь не такую меру нельзя принимать, потому как каждый человек индивидуум. То есть, если он выпьет этот же стакан водки, один упадет, а у другого ничего практически не будет. Я имею в виду от процентов крови. Например, от нуля до 0,3 процентов, промилля, да. Потом от 3 до, если не ошибаюсь, то 0,6. И вот так далее. Мы уже много идем по западу, и все у нас получается наоборот. Нужно сохранять наши традиции, понимаете, да. В нашей стране нельзя человеку говорить, что есть допустимая доза. Я, кстати, ее никогда не было допустимой. Потому что в нашей стране допустимая у каждого доза одна. Если у нас вдруг, вот помните, это прозвучало, введена там 0,15 миллиграмм на литр. У нас сразу можно пить за рулем. И начинается, понимаете, да. То есть, нельзя нашим людям позволять даже минимальные дозы. Даже накануне лучше не употреблять спиртное. Потому что степень отрезвления, выведения алкоголя, она у каждого разная. Нам иногда запрашивают, был ли такой-то человек от такой-то дозы, как он в состоянии пьян. Ответить невозможно. Это зависит от сотни различных критериев. Но ведь все равно какой-то процент спирта в крови всегда в человеке присутствует. И как с этим бороться? Те, которые присутствуют, так называемый эндогенный алкоголь, аппарат выдыхаемого воздуха никогда не определит. Только газовый хроматограф. Просто вот эти 0,15, когда было введены, да, и средства массовой информации, к сожалению, даже губернатор бывший Вологодской области, да, дезинформировал граждан о том, что можно выпить. Нельзя. Это было введено именно для того, чтобы погрешности, да, погрешность, различные факторы исключить, чтобы невиновные не пострадали. Пить нельзя. При 0,15 нельзя ни грамма, ни чего. Ни пива, ни там, вина и так далее. Нужно просто вернуть все, как раньше было. Клиника плюс положительный результат. Все. Положительный результат. Виталий Александрович, вот вопрос тогда, вот мы сейчас говорим, да, вот про допустимую норму. В 2008-м, да, мы знаем, что была допустимая норма 0,3 промилле. И вот как человек вообще оценивает ситуацию на дороге, вот если в его крови присутствует допустимая норма? Он адекватно вообще реагирует на ситуацию? Алкоголь – это такое же психоактивное вещество, как и другое. И оно хоть оказывает влияние на все органы системы, но в первую очередь на наши мозги он оказывает, правильно ведь, да? Поэтому если оно оказывает на нашу нервную систему, значит, человек, естественно, бывает неадекватный. Нам не важно легкая степень, средняя, любая степень, любое потребление алкоголя, если у данного индивидуума оно вызывает состояние пения, оно, естественно, влияет на безопасность дорожного движения. Но самое страшное взять, допустим, сейчас модно стало потребление курительных смесей или синтетических каннабиноидов. Страшно ничем. У человека, у водителя, который потребляет эти психоактивные вещества, у них нарушается ориентировка в дистанции. То есть человеку кажутся те предметы, которые он видит, намного дальше, чем они есть. Вот вам лобовые столкновения. Он идет на обгон, лобовое столкновение, гибель ни в чем не повинных людей, понимаете? И все равно это продолжается. Все равно это курительные смеси. Постоянно говорят, что это легально. Легальных курительных смесей, я считаю, быть не должно. Был очень любопытный опрос дела на интернет-ресурсе деловой газеты «Взгляд». Оплатили 16 тысяч человек, но, на мой взгляд, достаточное количество респондентов. И был задан вопрос, сейчас вы знаете, что муссируется снова тема на предмет того, все-таки нулевое промилле оставить или все-таки разрешить дозу 0,2-0,3. Так вот, насколько я помню правильно цифры, более 73% респондентов высказались за то, чтобы 0,2-0,3 было введено, и только 24% сказали о том, что категорически нужно оставаться на нуле. Причем люди аргументировали это не тем, что мы хотели бы хотя бы бокал пива пить за рулем, а речь шла именно о том, что у нас не всегда идеально откалиброваны алкотестеры, то есть всегда остается определенная доля погрешности, это первое. И второй момент, в конце концов, кефир за рулем никто пить не употреблял, не запрещал определенные лекарства. Я не говорю сейчас о том, что они правы или не правы, я попросила бы вас прокомментировать эту точку зрения, потому что на самом деле это мнение достаточно большого количества людей, которые садятся за руль, и не все из них, наверное, пьют, я надеюсь, по крайней мере. По поводу алкотестера я с вами не согласен, потому что современные алкотестеры, которые приняются сотрудниками ГИБД, во-первых, они учитывают эту погрешность, это раз, они калиброваны, у них есть специальная документация. Наши алкотестеры, которые мы используем, они уже автоматически отбрасывают все эти погрешности, понимаете? То есть они уже учитывают при первичном исследовании. Здесь я не согласен с тем, что от показаний кефира, от показаний прибора. На один кефир прибор не показывают. Инспектор ГИБДД предлагает пройти осветительство на месте. Прибор показал незначительный результат нахождения алкоголя в крови, то есть выдыхаем в воздухе, вы вправе согласиться, либо отказаться. В этом случае сотрудник госавтоинспекции доставит вас в медицинское учреждение, и там уже будет прохождение медицинское. То есть через какое-то время, если вы сейчас употребляли лекарственные препараты, то за это время уже прибор не покажет. И тем более, что и у врачей там предусматривается двойная проверка. То есть через 20 минут. То есть на какие-то лекарственные аппараты, употребление кефира и так далее. То есть это ничто. Если мне не изменяет память, погрешность прибора, алкотестер Pro100 Combi, в котором как раз и происходит измерение водителей, 48 тысячных миллиграмм на литр. Но это основная погрешность прибора, без учета каких-либо воздействия внешних факторов. Что такое основная погрешность? То есть это погрешность прибора при отсутствии внешних факторов, прям при температуре воздуха 20 градусов по Цельсию. В остальных случаях измерения данным прибором еще возникает дополнительная погрешность. То есть это погрешность находящихся каких-то в свеси по внешнем воздухе. А если освидетельство проходит в транспортном средстве непосредственно, во всех выхлопных газах, в концентрации незамерзающей жидкости, которая также присутствует в салоне автомобиля, ароматических средств, устранение неприятных запахов, это все сказывается на действии данного прибора. Поэтому основная погрешность 48 тысячных миллиграмм на литр, я все-таки полагаю, недопустимой. Для установления надлежащего состояния алкогольного опьянения в отношении каждого конкретного лица. Поясняю, что прибор, прежде чем приступать к работе, он сам автоматически делает забор воздуха в окружающей среде и показывает, потому что наличие имеется, либо отсутствует. То есть, как вы говорите, косвенные признаки. То есть это уже автоматически будет учитываться самим прибором. Я еще добавлю, вот у нас был случай интересный, тоже разбирались, вот была претензия адвоката, что вот на сотрудника ГИБДД, что они там используют прибор в холодных условиях и так далее. Что вот тоже там погрешность. Я хочу сказать, отрицательные температуры занижают показания прибора. Может как-то именно человеческий фактор сотрудника, который проводит освидетельство, влиять на действия прибора и на его результат? То есть может как-то сотрудник ГИБДД что-то сделать? У сотрудника госавтоинспекции имеется прибор, имеется мундштук. Мундштук находится в запечатанном состоянии. Водителю предлагают непосредственно мундштук открывают водители при понятных. Вмешаться в этот мундштук никто не вправе, не сможет. Некоторые пытаются о том, что сотрудник может ваткой смочить прибор либо еще что-то. Если ваткой прибор смочить, там будут такие показания, что смертельная доза. То есть естественно, это невозможно. То есть непосредственно есть прибор, есть гражданин. А вот интересно, вообще часто ли бывают такие вот несогласия? В основном водители согласны с тем, что показывают прибор? Вот как сейчас Сергей Сергеевич говорил о том, что водители отказываются от осветительствования. Да, то есть это процентов около 40, они отказываются вообще от прохождения. Но это достаточно большая цифра, почему так? Не доверяют? Он уже согласен, он уже и так знает, что он находится в состоянии опьянения. То есть зачем ему куда-то добираться в медицинское учреждение, время тратить? Некоторые водители считают, что не всех хитрее и умнее. Они соглашаются с сотрудниками ГИБДД, потом через некоторое время приходят по личному обращению в медицинское учреждение. В этом случае его освидетельствуют по-другому, по старым приказам, когда указаны клинические признаки опьянения, плюс положительные результаты. То есть он уже приходит трезвый по старому приказу, так ведь, да? И он этот акт несет куда? Судье. Но судья запрашивает нас, а мы как отвечаем? Что мы заключение даем на момент освидетельствования. И ретроспективную оценку мы не давали. И поэтому заключение, что на данный момент у врача он трезвый, не может исключать возможность нахождения в состоянии опьянения на момент задержания сотрудникам ГИБДД. Я хочу добавить, что на самом деле отказываться от медицинского освидетельствования выгоднее ехать на медицинское освидетельствие, потому что, во-первых, пройдет время для составления административного материала, для того, чтобы направить, составить направление на медицинское освидетельствование. Это раз. Во-вторых, надо либо вызвать экипаж, либо еще доехать. Это пройдет время. За это время может просто все выветриться, и на медицинском освидетельствовании уже показать ноль. И отказ, на самом деле, 100% лишения. Тут есть еще у водителя шанс, что в медицинском учреждении, если он выпил немного или из похмелья, покажет все-таки по нулям, и выгоднее ехать на медицинское освидетельствование. Просто у него бывают сложные ситуации. В районе один хирург, который оперирует, он же проводит освидетельствование. Он не может отлечься от хирургической операции и перейти на освидетельствование. Вот вам, пожалуйста, и время. Вот эта проблема заключается. Нехватка кадров, нехватка специалистов, которые допускаются к проведению медицинского освидетельствования. Все-таки вернемся к теме нашего разговора. Вопрос к Дмитрию Александровичу. Есть два человека. В крови одного содержится 0,1 промилле алкоголя, в крови другого положим 0,8 промилле. Какое будет наказание? Оно будет различаться? Нет, наша законодательство не делает таких разграничений по количеству содержания алкоголя. То есть и тот, и тот, исходя из нашего законодательства, находится в состоянии алкогольного опьянения. При условии того, что, естественно, надлежащим образом процессуально оно закреплено. И наказание будет одинаковым? Конечно. Хотела бы обратить внимание еще на следующий момент. Все-таки мы... Суть проблемы в том, что пьяный за рулем – это отсутствие плохой концентрации, это невнимательность, это попадание в ДТП. А человек, который садится за руль с температурой в 38-39, больной человек, у него нормальная концентрация. Он дает себе отчет, куда он едет. У него нормальные психо-физиологические реакции на то или иное. Нет, но ответственность за это законодательство не предусматривает. О том, как борются с пьянством в других странах, мы поговорим после короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова